В таких местах, конечно, вот такие вот артефактики очень интересные. Видите, как это была видимо ферма, может здесь проходила. И с этой стороны осталась заделка. Болты, заклепки. Так что, что-то еще немножечко старинного осталось. Супы, пироги, сай, кофе, сыроварня, ресторан. Пожалуй, мы сейчас сюда зайдем и посмотрим. Да, да, ааа, это был подъезд, это крыша была над подъездом. Вот что это было, видите? Да, 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 топоры. Крыша на подъездах, судя по всему, была. Подъезд-то остался, видимо, старый, а крышу уже переделали. Но хотя бы в духе примерно того периода. Хотя бы в духе периода. Уже неплохо. Это сыроварня. Сейчас зайдем, может, там аутентично что-то будет. Здесь автобусная остановка. Похоже, для курения сделана. Забавно. Остановка, на которую не приходит автобус. И никогда не придет. Так, попробую-ка я найти крышу вот такую старую над подъездом. Может, мне повезет увидеть старую конструкцию. Ну, это что-то похожее, но нет, это все-таки новодел. Ну, такой относительный, конечно, новодел. Понятно, что 20 века, но тем не менее, все-таки это новодел. Да? Ну, ладно. Отличная была экскурсия. Советуем. Сейчас еще понаслаждаемся сыром. В ресторане сыроварня. И что-нибудь еще вам покажем. Не уходите пока далеко. Сырный ресторан. Что-то, почему, сырное производство. Настоящее. И нас сейчас, возможно, пустят. Пришли мы в Примитиво. Так называется ресторанчик Примитиво. Почему так называется, не знаю. Но продолжается наше путешествие по острову. Обводного канала. И мы... Ну, себа, с дорада. Слушайте, тут все прям по-человече. Попали мы в какое-то царство, государство вкусное. Антикинотеатр, кино, хаос. Почему антикинотеатр? Не знаю. Чем-то на флакон слегка смахивает. Есть такое ощущение. Так и флакон место неплохое, кстати. Неплохое. Как бы необычный ресторанчик. Мест, кстати, немного. Все забронено. Сейчас люди начнут подходить. Но нам досталось место у входа. Мы не против. В конце концов. У входа мы не в обиде. Учитывая, что сегодня 8 марта. Понятное дело, место пользуется спросом. Слушайте, душевное местечко, а? Ну, реально душевное. Заходить хорошего венца попить. Очень даже советуем сюда заглянуть. Сыры. Бриканбер. Астеро-бантузола. Уж ты. И готовят кухню прямо открытой. Здесь же кухня. Внизу стейк где-то жарят. Второй этажик. Месточка небольшое, но очень уютненькое. И оформлено так, со вкусом. Ресторанчик. Примесиво. Вытребляем сационный продукт. Шучу. Местное производство. Креветки тоже, естественно, наши. Сыр моцарелла. Помидорчики. Жареный хлебушек. Ну что ж, скромное обаяние буржуазии. Стейк. Стейк, выращенный на территории Российской Федерации. Рибай стейк. Мы верим. Мы верим, что на территории Российской Федерации может быть выращен такой стейк. Нам сказали, мы верим. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сложу еще клейменный кирпич. Фабрика Соболева, судя по всему. ММК, не знаю, что это ММК. Историческое место. Столбе. Да, интересная оформленная кухня. Клейменный кирпич. Открытая кухня. Качество восхитительное. Верьте мне. Восхитительное? Восхитительное. И картины на стенах. Да, я бы не сказал, что это сильно примитивно. Хотя названия, согласитесь, игривые. Вот такое душевное место. Примитиво. Очень, да, все было душевно. Продолжаем путешествовать. Продолжим прогулку. Болотная набережная. Болотная набережная, дом 7. А, строение, 3. Вот, 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 вот. И люди со странными головами. Люди со странными головами. Мы механический цех. А, это, наверное, все кондитерский же. Ну, да, да, да. Это все же завод кондитерский продолжается. Здесь был раньше механический цех. И сейчас продолжается какая-то хитрая механика. Какая-то хитрая механика продолжает здесь крутиться. О! Опа! Ничего себе! Даже не знаю, что и сказать. Не, ну, с одной стороны, конечно, понятно, арт-объект. С другой стороны, победа же. Мечта моего детства. И вот так вот. Может, там продолжение за стенкой? Задняя ее часть. Нет? Нет. Так и обкарнали мечту моего детства. Ладно, ладно. Будем повеселее. Слушай, даже резина, кстати, настоящая, победовская. Обалдеть. Понятно. Ну, будем считать, что она попала в аварию. Задняя часть была разбита. Вот ее хотя бы так сберегали. И то уже хорошо. Кофейня. Очень забавное место. Закрыто на ремонт. Сыроварня. Ну, нас там сегодня не приняли. И, слава богу, кстати, не приняли, потому что мы шикарнейший нашли ресторанчик. Конечно же, достаточно финансово затратный. Не без этого. Но, с другой стороны, восхитительно приятный. Восхитительно приятный. Напомню, мы все еще в Москве. Это Москва. Да? Это Москва. Это завод. Кондитерская фабрика. Эйном. Товарищество Эйном. Красный Октябрь. По-другому. И вот здесь можно вот так вот замечательно проводить время. Среди таких вот старинных, аутентичных заданий. Там спортбар. Фитнес-бар. Вон народ там друг друга. По лицу бьет с перчатками. Каминной кухни, плитка. В общем, все замечательно. Жизнь бьет ключом. Так. Так. Урожай, кафе, бар. Слушайте, ну тут таких забегалочек уютных. Просто прям культурная жизнь. Постные меню, пожалуйста, желающие. Изображать из себя соблюдающих пост вашим услугам любые капризы. И вот закрытая дверь. Прошлая. Была дверь. Ее заложили. А след от нее остался. Итак, на точке конфетного цеха мы расстаемся с фабрикой Эйнам. Ага, это конторский корпус. Тут, видимо, находились офисы. Мы находимся вот здесь. Конторский корпус. Да, это все фабрика Октябрь. Красный Октябрь. Товарищество Эйнам. Вот это очень похоже на весы. Потому что это были весы. Тут машины, наверное, загружались на фабрике сладкие. Мы взвешивали тут. И выпускали за проходное. Секси фуд. Секси фуд. Страшно себе представить, что там подают на горячее, а? Ужас. Да, любят нас экзотично назвать. Секси фуд. Секси фуд. Секси фуд. Секси фуд. Цех ручной фасовки. Ну-ка, что тут? Ничего. Ничего-то не фасует. Обман сплошной. Слушай, ну это за грани добра и зла. У них даже люки. Сантехнические были фирменные. Красный Октябрь. Обалдеть. А, вот. Цех ручной фасовки. Слушай, такие названия. Тут складки. Вкусный карамельный цех. Шоколадный. Цех ручной фасовки. Как здорово, что предприятие не разрушается, а превращается вот в такие кулюторные центры. Это же просто восторг. Восемнадцать путь. Плюс. Зло. Запрещено. Нельзя злиться. Курить нельзя. И вообще стоп. Трава, грибы, таблетки. И всякая другая дрень. А, это вход в клуб. Это же клуб. Art Constance. Вот видите, что? Восемнадцать плюс только можно. Нельзя зло. Нельзя курить. Ну и стоп всем этим таблеткам, прочим чудесам. А здесь, наверное, стоял фейс-контроль. Смотрел ваш фейс. Если он не нравился, кидали в воду. Благо, вода рядом. На таких машинах разрешалось проходить просто так. Это обводный канал московский. Московский обводной канал. Кто не знал, знайте. Кто не видел, смотрите. Вот там, кстати, памятники. Наших снятые памятники с постамента. Там сталины всякие. И прочее. На любителя. На любителя. Цех ручной фасовки. Видишь, какая штука интересная. Так, ладненько, прогуляемся. Болотная набережная. Вон еще один завод красивейший. Смотрите, его как восстановили, а. Вот что все старые здания так восстанавливали. Вот что желаю. Вот еще вход в ресторан Примитив. Он во дворе этого дома находится. Это где мы только что-то кушали. А мы продолжаем наше неторопливое путешествие по болотной набережной. И с завистью смотрим, как я уже сказал, на еще лофты на той стороне. Там тоже был какой-то завод. Видимо, его привели в порядок. Но это уже другая история. Это уже другое путешествие. Уже пора тихонечко домой завтра на работу. Нам только один день дали погулять. Но этот день получился насыщенным. Чтобы закончить тут с острова, вот это вот здание. Такое ощущение, что это электростанция. Здесь была электростанция. Вот, наверное, вот этот кусок этой электростанции и остался. ГЭС-2 называется объект. Не знаю почему. И вот очень интересная башня. Ну, надо будет мне почитать про это, разобраться. Ну, да, вид на кинотеатр «Ударник» и на дом на набережной. Вот он, дом на набережной. Знаменитый. Болотная площадь напротив, где осуществлялась казнь на самом деле. На лобном месте, на Красной площади приговаривали. На болотную площадь увозили и казнили. Грустное местечко. Грустное. Но из песни слов не выкинешь. Пошли мы на двор дома на набережной. Ну, продолжается наша прогулка. И вот это здание все-таки привлекает наше внимание. У меня большущее подозрение, что это электростанция. Здесь была электростанция. На острове. Видимо, это остатки его корпуса. А это вот знаменитые дворы дома на набережной. То есть такое место достаточно экзотическое. Вот. Вот эта загадочная башня. Другой вид на нее. Кусок кинотеатра-ударник. Задняя его часть. И вот этот вот такой хитрый вход здесь. Как я уже сказал, обязательно почитаю, разберусь. Ну, это что-то смахивает на какое-то культовое сооружение. Очень сильно смахивает. Не знаю. А это очень сильно похоже, что это цех электростанции. Вот уж никогда бы не подумал. Но, тем не менее, факт вот здесь есть. Может, конечно, музыка навела, но какое-то мрачное здание. Скорее, конечно, всего, начитались мы всяких рассказов про это место. Потому так кажется. Калаться. А может, не только калаться. Даже как-то детские города, где смыться, мрачновато. Хотя, говорят, со старым покончено. Ну, в этом доме с 30 по 38 жил советский партийный деятель. Яков Христофорович Петерс. Лидер Александра Фатиева. Революционное движение. Игорь Александрович Моисеев. А, это хореограф, да. Ансамбль Ебойный. Серафимович с 31 по 49. Винокуров. Сейчас подойдем, почитаем. О, летчик Водопьянов. Был. Поспелов. И какой-то Цицын. Да. Лепешинская. Лепешинская, по-моему, была балерина. Нет. Сара Дик Ленина. Че себе. Да. Ну, тоже балет своего рода. Мы на мосту. Вот. Редкая вещь. Знак освобожденного труду. Это там, где... Он стоял там, где напротив Марины нынешней. Где стоит памятник Юрию Долгорухову. А перед ним там стоял памятник Брусилову. Единственное изображение, которое осталось. Стелла освобожденного труда. На мосту. На мосту, напротив Кремля. Памятник тоже был снесен. Но его вместе поставили памятник Юрию Долгорухову. Хорошо на московском просторе. Тара-та-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-ба-ба-ба-бу-бу-бу-бу. Вот, что-то начали строить, я смотрю, здесь. Давно так порывались что-то строить. Да никак не собирались это сделать. А? Знакомый вид? Знакомый. Самый знакомый вид. Для всех людей Советского Союза. Памятник князю Владимиру Кстати, на удивление, неплохо вписали его в площадь Были как-то подозрения, что он тут начнет доминировать, да нет В общем-то, на самом деле, он не сильно даже и выпячивается Я бы сказал, что он даже прилично вписали Вид на Боровицкий холм И мы подошли к Кремлю У нас сегодня прогулка по Москве 8-мартская праздничная А вот, ходим пешочком, наслаждаемся Осматриваем окрестности Такое свечение интересное на Кремлю Солнце, аж огнем горит Ух! Мы в Александрском саду Продолжаем нашу пешеходную воскресную экскурсию Ну, не воскресную, а 8-мартскую Да, сейчас же, сегодня же будня День Но, тем не менее Ощущение выходного дня нас не покидает Красиво подсвеченный Кремль Так, ну, ладненько Вот, на этом торжественном месте Мы, пожалуй, закончим сегодняшнюю прогулку Погуляли, посмотрели Узнали что-то новое Завтра на работу Спасибо всем, что был с нами Пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok